Дорогие друзья, конкурс «Экспромт» будет состоять у нас из вопросов и ответов. Каждая команда в конкурсе «Экспромт» задаст по два вопроса. Естественно, две следующие команды должны будут дать на него остроумный ответ. Вольный жребие, первая команда, которая должна задавать вопросы, будет команда города Витебска. Пожалуйста, Витебск. Итак, почему мертвое море мертвое? Пожалуйста, полминуты на размышления. Пожалуйста, команда города Минска и Гомеля, прошу ваши ответы. Я попрошу команду города Витебска повторить свой вопрос. Итак, почему мертвое море мертвое? Потому что на пляже мертвого моря даже и мертвые запотеют. Попрошу команду города Гомеля дать свой вариант ответа на этот вопрос. Почему мертвое море мертвое? Даже Брежнев Леонид говорил, эй, я, ай, ну вот за такой вопрос дай, давай себя в засос. Не надо. Попрошу ваш вариант ответа. Итак, почему мертвое море мертвое? Оно умерло от отложения солей. Спасибо. Спасибо. Я вызываю команду города Минска задать свой вариант вопроса командам города Витебска и Гомеля. Пожалуйста. Скажите, а почему евреи в Советском Союзе не занимались сельским хозяйством? Полминуты, пожалуйста. У Гомеля уже готов ответ? Пожалуйста. Повторите вопрос. Скажите, а почему евреи в Советском Союзе не занимались сельским хозяйством? Еврею нельзя быть немножко колхозником, так же, как нельзя быть женщиной немножко беременной. Спасибо. Вариант ответа города Витебска. Повторите, пожалуйста. Скажите, а почему евреи в Советском Союзе не занимались сельским хозяйством? А что, евреи других профессий мало пашут? Спасибо. И свой вариант ответа. Скажите, а почему евреи в Советском Союзе не занимались сельским хозяйством? Я знаю. Наверное, думали, тоже пока здесь будет пустыня. Спасибо. Я попрошу команду города Гомеля задать свой вопрос командам города Минска и Витебска. Пожалуйста. Наш первый вопрос такой. Почему во время путча интеллигенция не поддержала ГКЧП? Спасибо. Полминуты на размышление. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Повторите, пожалуйста, вопрос. Почему во время путча интеллигенция не поддержала ГКЧП? Потому что до Израиля на самолете быстрее, чем на танке. Спасибо. Команда города Минска. Почему во время путча интеллигенция не поддержала ГКЧП? Потому что интеллигенция — это не от слова телега, из которой можно строить баррикады. Спасибо. И свой вариант ответа. Я повторю. Почему во время путча интеллигенция не поддержала ГКЧП? Потому что ее ряды жидковаты. Спасибо. Итак, каждая команда задала по одному вопросу. Пожалуйста, по второму вопросу команда города Минска. Первое. Что общего у наркомана и еврея? Жизненный вопрос. Пожалуйста, Витебск, повторите свой вопрос. Итак, что общего у наркомана и еврея? Наркоман сначала вкалывает, потом отъезжает. А еврей сначала отъезжает, а потом вкалывает. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Вариант ответа города Минска. Итак, что общего у наркомана и еврея? И те, и другие любят прикалываться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, что общего у наркомана и еврея? Один накалывается, чтобы жить, а другой живет, чтобы накалывать. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я приглашаю команду города Минска задать свой вопрос. Пожалуйста, команда города Минска. АПЛОДИСМЕНТЫ Голова, руки, ноги, руки, ноги, голова. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, повторите. Голова, руки, ноги, руки, ноги, голова. АПЛОДИСМЕНТЫ Полминуты, пожалуйста. Есть вариант ответа у города Минска. Минск, пожалуйста. Повторите свой вопрос. Голова, руки, ноги, руки, ноги, голова. Ухо, горло, нос и другие еврейские профессии. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Команда города Минска. АПЛОДИСМЕНТЫ Голова, руки, ноги, руки, ноги, голова. АПЛОДИСМЕНТЫ И где бы ты ни был, и как нахороший, евреям родился, евреям. АПЛОДИСМЕНТЫ И свой вариант ответа, пожалуйста. Голова, руки, ноги. Ноги, руки, голова. Приговаривал малач, пересчитывая зарплату. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И последняя команда города Гобеля. Последний вопрос, пожалуйста. Второй вопрос такой. Почему наши репатрианты, пролетая на Средиземном море, не бросают в воду деньги? Полминуты. Пожалуйста, повторите еще раз свой вопрос. Витебс готов, пожалуйста. Почему наши репатрианты, пролетая над Средиземным морем, не бросают в воду деньги? Если разбрасывать деньги, где попало, можно и в самом деле пролететь. Спасибо. Ждем вариант ответа города Минска. Повторите, пожалуйста, вопрос. Почему наши репатрианты, пролетая над Средиземным морем, не бросают в воду деньги? Потому что бросать багаж весом в 40 килограмм нецелесообразно. Спасибо. И команда города Гомеля, ваш вариант ответа. Почему наши репатрианты, пролетая над Средиземным морем, не бросают в воду деньги? Копейка шейки не бережет. Спасибо. Конкурс экспромт закончен. Пожалуйста, команды могут разойтись по своим местам. Продолжение следует... ... ...